Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видео серия для начинающих садоводов и огородников. Так как у нас льют проливные дожди, то теперь некоторые видео обзоры я буду делать дома, потому что если я буду ждать пока кончатся дожди, то некоторые сорта переспеют, я с них выдавлю семена и вы их не увидите. Вот сегодня я кратенько расскажу вам про розовое сердце. Этот сорт для теплиц. Вот в наших регионах, в сибирском регионе, там уральский, там какой-то еще прибалтика, где очень прохладно и недлинное лето, то этот сорт лучше не выращивать в открытом грунте, потому что вот как пишет производитель, среднеспелый, индетерминатный срок созревания 125-135 дней. 135 дней это 4,5 месяца от схода до плодов. Если у кого лето всего 3 месяца, то он у вас не успеет отдать весь урожай. Дальше написано плоды сердцевидной формы, красивые ярко-розовые окраски, масса 200-230 грамм, мясистые, очень вкусные. Сорт используется для приготовления салатов и заготовок на зиму. Все это так, да. Сорт сердцевидной формы, видите, вот вы розовые окраски. Некоторые имеют ярко выраженную сердцевидную форму, некоторые имеют немного как скругленную, но тоже сердцевидную форму. Сердца же разные бывают. Есть покрупнее, есть поменьше, но все почти они вот такие вытянутые формы. Напоминают томат Настенька. Ну, Настенька у нас быстро вызревает, а это очень долго, 135 дней. Выбирая томаты, не ошибитесь. Вот этот томат в открытый грунт не нужно высаживать, если у вас нет теплицы, живете вы в Сибири, на Урале, на Дальнем Востоке и в других таких же регионах, не очень жарких, короче, не южных. Вам этот сорт выбирать для открытого грунта не нужно. Вот этот сорт идеальный для теплиц. Кто любит индетерминантные, чтобы они выросли до самого потолка, двухметровые, чтобы они долго-долго, высоко там, тут не написано, не знаю, над девятым или над одиннадцатым листом, они не от земли плоды, как у Настеньки, а высоко начинаются. Я всегда говорю, что я такие сорта не люблю, у меня вот их всего 4 штуки в теплице растет. Так, для поддержания семенного фонда и чтобы было. А вообще, конечно, это очень вкусный, это очень красивый сорт. Но вот видите, как сердце, оно вот как на картинке, так и здесь. И такой же цвет, вот так вот даже не отличишься, подставить, кажется, что это одна и та же помидорка рядом лежала. Очень красивый, очень вкусный, все очень-очень, но в теплице. Для открытого грунта быстро вам он не даст урожай. И осенью, при первых заморозках, конечно, он сразу погибнет. Так что, выбирая томаты, будьте внимательны. Вот это такой же, как вот медовый. Сейчас я тоже его ходила, оббирала. У меня, видите, он даже красивее, ярче, чем на картинке. Тут они бледненькие, а у меня оранжевые, сладкие-сладкие. Но, конечно, это очень высокий и для теплицы, так же, как розовое сердце. Вот эти сорта тем, у кого есть теплица. Все, это был краткий мой видеообзор розового сердца. В открытый грунт не рекомендуется в холодных регионах. Индетерминантный, для теплиц идеальный вариант. До свидания, с вами была Ольга Чернова.